Поиск 63 Рус Сегодня мы в очередной раз вышли на поиск древности В данном случае мы приехали на поле покопать советские монеты В свое время здесь была деревня советской эпохи Обрабатывали поля и здесь какой-то был участок, заселенный небольшим количеством людей Судя по тому, какое количество здесь домов Возможно это колхозники и крестьяне, которые именно занимались сельхоздеятельностью Но здесь монеты встречаются Неоднократное видео вы уже видели, если следите за моим каналом Где-то примерно монет 100 я отсюда уже с поля собрал Но к сожалению сюда я приехал и увидел такую картину, что на поле у нас растет подсолнух Подсолнух конечно помеха поиску, но я думаю что-нибудь сегодня выпадет Сегодня я к сожалению начинаю один, но чуть позже подъедут еще два комрада Один Стас фартовый, который и с ним еще один товарищ, новичок Тоже хочет заняться этой деятельностью, но к сожалению нет возможности И чтобы как бы парню помочь в этой деятельности Я привез второй свой прибор Аська 250, с которой все начиналось у меня Дам ему походить, он посмотрит понравится ему или нет Это все будет зависеть от него Ну и в принципе от нас, потому что если место даст немного находок Он конечно заинтересуется Но в планах есть еще здесь походить, а потом сообразить на троих какой-нибудь шур Съездить по шурфить Здесь к сожалению шурфить будет не интересно Потому что деревня существовала всего-навсего, ну максимум лет 50 Находок будет в дымовых ямах совсем маленькие, причем совсем советские Так что смотри, если ты меня сейчас видишь и смотришь Значит видео того стоит, находки здесь будут Ну, сейчас отправимся на поле в одиночку Здесь как обычный ветер Не люблю когда ветер, потому что слышимость очень отвратительная Звук не очень приятно смотреть и слушать Ну а без сути, без этого никак Это матушка природа, ее загадать нельзя Отправляюсь в одиночку И чуть позже подъедут еще парни И думаю будет уже повеселее Ну все, начинаем пока так Итак, ребята, долго, коротко Ну где-то примерно минут 30-40 Были сигналы различного рода неприятные И был сигнальчик И вот она, монета советская Большого размера У нас вчера были дожди весь день Так, и это у нас 5 копеек 5 копеек 1930 года Вот такая монета первая Ну я и не ожидал, что здесь может и царь попасть Нет Вот такая вот хорошенькая монетка Без язв Но, к сожалению, она у нас лысая Затертая Ладно Продолжаем Итак, очередной сигнал И снова, как говорится, в час по чайной ложке Уже хожу от последней находки полчаса Очередной совет Состояние вообще шикарное Это у нас по размеру двушка Да Двушка С 48-го года Ладно Я вот подумаю, может переехать Но об этом, может быть, еще попозже Итак, ребята Очередная преграда Нужно перебраться на ту сторону Но я посмотрел, там жижа такая Ехал я по следам Думал, могу проехать Здесь, как вы видите, свежие следы Но вот здесь они и заканчиваются Кто-то тоже побоялся через это место проехать Ну и я не буду рисковать Место, в принципе, глухое Машину здесь ни хрена не найдешь Кто бы мог помочь Ладно Объедем другой стороной Сделаем небольшой крючок Там посмотрим Итак, ребят Нашел я переправу, где помельче И сейчас будем переправляться Итак, ребят Все-таки я приехал до места, куда так упорно ехал К сожалению, мои товарищи не приедут Созванивался я со Стасом Подвел он меня Планировал совместный коп А получилось, как всегда Ну ладно, дела, работы И все остальное Все понятно Я решил сменить место И приехал в одно местечко Здесь раньше была деревня Где-то 17-18 век Про нее мне рассказал Один очень старенький дедушка И он сказал, что где-то здесь В этой области была деревня Деревню-то я нашел Все остальное Вот Он еще рассказывал одну легенду Здесь где-то примерно В середине деревни Был еще зажиточный Такой, знаете, товарищ Который занимался погребением То есть, грубо говоря Гробовик Вот Он, говорят, очень зажиточный был Вот Он мне примерно сказал Где это может быть Это возле речки Около больших кустов Ну, тогда он Когда последний раз были Он рассказал, что В принципе Около кустов Где-то в этой области Ну, сейчас я остановился На одном фундике Вроде красный кирпич присутствует Интересно то, что Я ведь нахожусь в такой глуши И какой-то слышно за спиной Шум двигателя Я просто удивлен Не знаю Да, какая-то Это Ей динамарка джип Я не знаю Откуда она здесь Потому что Дороги все заросшие Вот Здесь, в принципе Грибов Не может быть Потому что Чистые поля Вот Может быть Охотники Хотя Кто знает Ну Посмотрим Поживем Увидим Да Не знаю За сеном, что ли Или что-то в этом роде Ну Ближайший населенный пункт Наверное Километров 20 Отсюда Неужели Нельзя было найти Где-то поближе Знакоз устроить Ну, как говорится Запретный плод сладок Ведь все едут подальше Там вкуснее травка Вот В общем Сейчас здесь Посмотрю Что у нас на этом Фундике будет Потому что Достаточно Хороший тем Что Имеется Красный кирпич И на красном Кирпиче Имеется Белая Такая Знаете Покраска Плюс Кирпич Между собой Был Скреплен Именно Бетоном В который Имеется Белый раствор А белый раствор Это как раз 17-18 век Вот И Посмотрим Что здесь И отправимся На поиски Фундамента Грабевщика Надеюсь Я его найду Потому что В принципе Ориентиры мне Показали Рассказали Точно Ошибиться Я думаю Здесь Мало Потому что Пустов Здесь Ну Больших деревьев Недостаточно Не так уж и много Ну а сейчас К шурфу Сейчас Перекушу И В путь дорогу Времени у меня Сегодня Получается Мало Долго ждал Товарищей Ну Ладно Ну все Смотри Итак Ребята У меня находка Наконец-то Потому что Перелопатил Уже Приличное Количество И Был сигнальчик И выпала Такая вот Круглая Монета Сейчас мы С вами Посмотрим Что это за Монета Это у нас Царская Монета Это у нас Двушка Николай Год У нас 1909 Вот такая Двушка Ну в принципе Монета Нередко Не распределяют В принципе И она Очень часто Попадается Ну вот Такая Двушка Ну конечно Пелопатил Много земли Она того не стоила Эта монета Ладно Продолжим Итак ребята У меня Несчастье А несчастье Вот какого характера Когда я Переезжал С места На место Свои находки Это Двушка Царская 909 Года Пятачок 30 И Двушка 48 Из кармана Выложил На капот И Дурень Забыл Про них Ну и Пока По полям Здесь Сейчас Ездил Они у меня С капота Скатились Обидно Досадно Считаю Эти монеты Тяжело Достались И я Вот так Вот их Хладокровно Потерял Ну ладно Надеюсь Земляной Дед Зачтет Это Пусть Это Будет Деду Даром Даром Мой Чтобы Он Подкинул Мне Сегодня Больше Монет Ну вот Так Вот Сложилось Неблагоприятно С находками Нашел Пол дня Потаскал В кармане Решил Выложить И Вот так Вот Все Кончилось Обидно Ну ладно Продолжаем Копать Находки В принципе Есть И они Радуют Смотрим Не пропускаем Итак Ребята Объезжаю Я окрестности В поисках И Вот Интересное Такое местечко Такое Дерево Растет И Вокруг Дерево Имеется Кирпич И прям Дерево Из-под Кирпичей Влазить Ковырнул Вон Там Вон Посмотрел Какая Засыпка И Ковырнул Здесь Засыпочка В принципе Меня Радовало И Прям Наверх Прям Наверх Выпала Монета Я сначала Удивился Конечно Три раза Копнул И Монетка Сама Выскочила И это У нас Монета Одна Копеечка Тридцать Четвертого Года Зачетно Значит Мы Сейчас Здесь Немножко Оставимся И Посмотрим Что У нас Здесь Будет Итак Следом За Копеечкой Выпала Еще Одна Монета Это У нас Советик 46 Года Ну В принципе Пойдет Вот Такой Совет Пока Ничего Интересного Итак Только Что Здесь Вот На Выброшенном Груте Трешку Поднял И Вот Здесь Вот Прозванивать Стал Судя По Всему Пятачок Зеленый К сожалению Сказать Год Не Могу Но Герб Старый Старый Герб Ладно Смотрим Дальше Итак Ребят Наконец То У меня Находка Стоящая Надеюсь Это Монета Почему Надеюсь Потому Что Размером Большая Вот Такая Вот Штука Копаю Возле Такого Столба И Не Знаю Что Это Монета Ничего Не Сказать Не Могу Но Это Монета Ребят Я Не Знаю Что Это Монета В Принципе Тереть Сильно Не Буду Так Что Проглядывается О У нас Это Две Копейки Две Копеечки Семьсот Девяносто Восьмого Года Две Копейки Вот Такая Вот Монета Классно Классно Нахожусь Я Вот В Таких Вот Кустах Огромных Вот Про О них Мне Где Ты Говорил Огромные Кусты Ищи Там И Вот Здесь Вот Я Пытаюсь Что То Найти Ну Вот Такая Вот Монета Первая Вот Из Такого Объема Шурфа Которая Я Сделал Наверное Метр На Метр Прям Около Столба Была Вот Такая Зачетная Монетка Ладно Продолжаем Итак Ребята Очередной Сигнал Отошел Я Немножко От Столба Сюда Вот Набросал Немножко Выпала Очередная Зеленая Что Это у Нас Не знаю Даже Сказать Не могу А Хотя Могу В центре Малый Круг Значит Это Образец Николаевского Формата Двушка Наверное Ну Ладно Замочу И потом Вам покажу Что это За монета Вот Такая Зачетная Монетка Итак Ребята Находка Находка Вот Такая Вот У меня Уже Частенько Такие Пуговки Попадаются Это У нас Пуговка Гирька Довольно Старенькая Древненькая 17 18 Век Вот Такая Пуговица Ладно Продолжаем Итак Ребята Находка Находка Монетка Судя По всему Наверное Советская Двушка Что-то Проглядывается Ой Это у нас Николай Первый Вот Это Да Че это Такой У нас Полкопейки Наверное Какая Ни Такая Одна Вторая Ну Ладно Почище Посмотрю Не знаю Не видно Чуть Такое Но Николай Первый Все Смотрим Ребят Забавно Здесь такая Вещица Знаете Старое Дерево Она уже Настолько Высохла Что Не знаю Но Когда Она При жизни Была Вставили Сюда Вот Ложку Теперь Эту Ложку Нифига Не Вытащишь Не Можно Вытащить Вот Такая Вот Ложечка Не знаю Может Быть Не Камран Здесь Не Копали Так Что Это Само Изначально Когда Кто-то Здесь Кушал Или Что-то В этом Роде Запихнул Вращель Ну И Вот Так Она Уже Много Много Лет Здесь Находится Итак Ребят Находка Я бы Ее Конечно Вам И не Показывал Но Я Все Снимаю Что Касается Буковки Ять Когда Начал Чистить Что Это Такое Здесь Проглядывается Буковка Ять Довольно Таки Интересно Сейчас Вместе С вами Посмотрим Что Это Такое Смотрите Как Поудобнее Показать Вот Наять В конце Так Д З Д И Буковка Ять Какая-то Табличка Что Ли З Д И Что Здесь У нас Не знаю Сейчас Почищу Будет Рисунок Известим Я вам Дальше Прокажу Но Сигнал Цветной Это Не Железо Сейчас Включусь Помою Итак Ребят Находку Я Сполоснул И Мне Немножко Стало Не по себе Даже Пришлось Вон Закурить Нашел Я В принципе Этот Дом Дом Грабевчика Посидел Кумекал Показывать Вам Эту Находку Или Нет Самому Даже Жутко Стало Но Все же Покажу А Находка У нас Вот Какого Характера Смотрите Это У нас Табличка Я Хочу Услышать Ваше Мнение От Чего Это Я Знаю Вы Скажете Но Лучше Я Скажу Это У нас Надгробная Табличка И Она У нас Обломан Или Погоревшие Что-то В этом Роде Надпись Я Расшифровал То Что Написано Здесь Погор Наверное Погребен И Здесь У нас А И Л Е Наверное Александр Какой-то Наверное Возможно Это Брак Производства Потому Что Здесь Кладбищ Нет Я Потому Что На Такие Места Не Хожу На Кладбище Здесь Здесь Кладбище Но Оно Где-то Примерно В Трех Километрах Отсюда И Однозначно Можно Сказать Что Я Нашел Дом Грабевчака И Эта Табличка Тому Свидетельство Видно У него Здесь Было Производство Вот Таких Вот Вещей Так Значит Мне информацию Дали Точную Ну И В принципе Находки Здесь Ранние Царики Вот Такая Вещица Глушь Здесь Полная В Этих Лисах Слышно Какие-то Звериные Вопли Здесь Очень Много Лис Я Лично Увидел Кабаны Очень Много Здесь Ковыряют Землю Ну Олени Косули Это Везде Наверное У всех Ну Ладно Продолжим Итак Хочу Вам Показать Предмет Орудия Наверное Все-таки Гробовщика Вот Это Вы Подумаете Что Это Обычная Тяпка Нет Это Не Тяпка Этим Предметом Обрабатывали Дерево Возможно Этот Гробовщик Как раз Делал Гробы Именно Вот Этим Вот Устройством Может Кресты Хотя Не знаю Историю Нам об этом Больше не скажешь Только можем Предсказывать И Гадать Ладно Продолжаем Итак Ребят На этом Я буду Заканчивать Свой Коп Копал Я сегодня Повторюсь На очень Прекрасном Месте Вот в этих Местах Как мне говорили По легенде Находится Богатый Дом Там Очень много Красного Кирпича Фунт Очень огромный Я начал Разрабатывать Но Лопата Не втыкается Нифига Очень много Кирпича Не люблю Такие фунды Ну и Знаете Я попал Именно туда Куда Надо было Куда Мне направлял Один Старичок Вот Я нашел Это место И Результат Действительно Показывает То что Там Жил И трудился Гробовщик Вот такая Вот Я не знаю Может быть Я ошибаюсь Ну Здесь надпись Здесь Погребен Алексей Или Александр Какой-то Вот Так что Может у кого Какие варианты Такая вот Табличка Но она Обрубленная Погорелая Вот Кладбища Здесь нет Повторюсь Потому что Здесь Одни домовые Ямы Ну и С этого фунда Я поднял Несколько царей Раз Царь Это двушка Павел I Второй Царь Николаевского Формата Здесь Вот видите Пустое место Потому что Я его потерял Там тоже Николаевская Двушка Была И вот Такая вот Копеечка Николаевская И Николай Первый Я так и не понял Что это за монета Вот Не прочитать Ну и По советам По советам Поднял Именно Вот С этого Шурфа Вот Шурф я не закончил Вот Так что Наверное Буду здесь Продолжать В следующий раз Дальше Пятачок Убитый Здесь у нас К сожалению Тоже пятачок Должен быть Тридцатого Года И здесь у нас Пятачок К сожалению Не могу сказать Но Формат Вот именно Старый герб Дальше Трешечка Трешечка Это у нас Старый Это у нас Новый И вот Здесь Еще одна Должна быть Двушечка С 48 Года Дальше Копеечки Все копеечки Интересны тем Что Старого Образца По шмурдяку Вот так вот У меня Вот это Я не знаю Что это такое Может кто-то Объяснит Мне Напишите В комментарии Буду Очень признателен В следующий раз Буду Знать Вот такая Тоже Отпишитесь Кто видел Или что-то В этом роде Медь Обычная Конинка И зачетная Пугов и гирька Вот так вот Шурф был В принципе Старый На котором Здесь вот Я изначально Начал Там у меня Вышли Все цари Абсолютно Все цари То есть Раз Царь Два Три Четыре Это я На другом Месте Поднял Вот на этом Шурфе Одни советы Но Мне радует То что Здесь советы Все на поверхности Были практически Пробежался Даже вокруг Этого Дерева И там Прям Знаете Верховые Практически Были Ну Поднял Правда Верховые Копеечки Ну И все Все Сейчас с вами Прощаюсь И на этом Буду заканчивать И эту Конечно Я с собой Брать не буду Хоть она Есть цветного Металла Достаточно Такая Знаете Весомая Не буду Я ее убрать Оставлю На этом месте Так что Вот так Вот Ну Все Сейчас Прощаться Вот так Вот Мы сегодня Отдохнули Выходные Дни Пролетели Очень Очень Быстро Два Дня Подряд Копали В принципе Все Нас Радуют Сегодня Между прочим С одной Стороны И Беда С другой Стороны И счастье А Нашел я В принципе Богатый Шурф И Действительно Место Я нашел Есть Подтвержденные Факты И вы Сейчас Все Сами Видели Ну И все На этом Буду Заканчивать К сожалению Очень Жалко Потому Что Я сегодня Три Монеты Потерял Вот Но Тем Леное Дед Меня Дарил В принципе Находками То есть Компенсацию Мне Выписал Так Что Все Хорошо Ну Видео Понравилось Ставьте Пальц Кверху Подписывайтесь Комментарии Прошу Потому Что Очень Интересно Иногда Отвечать Когда Очень Интересные Вопросы Создают Так Что Все Всем Пока И Удачи На Копинг Итак Ребята У нас Совсем Темно Я Все Никак Не Доеду Ехал Я Сейчас По Такой Блин Жуть Вещи Я Просто Не Ожидал Что Шеви Нива Может Такое Там Ходили Трактора Распахали Все Блин Жуть Вчера Дождь Был И Все Такое Нива Просто Шикарно Поставил Блокировочку Блин Вообще Тащит Я Я Вам Сейчас Покажу Где Я Сейчас Прошелся Фокуса Вообще Никакого Нету Темно Боялся Здесь Вот Улететь В Водоем Блин Жалко У меня Нету Оператора А то Блин Оффроуд Получился Такая Жуть Полная Как вы Видите Здесь Такое Говно Это Просто Сверху А на Самом Деле Где-то Здесь По Колено Блин Ничего Не Видно Блин Жалко Жалко Ну Здесь Представляете Такое Месиво Вообще Жуть Особенно Вон Там Вон По Самые Колеса Поверх Блин Утонул Офигеть Вот Это Блин Нива Блин Рекомендую Тем Кто Блин По такому Говно Извините Меня Ездит Это Просто Просто Шикарно Я В восторге Много У меня Эмоций Сейчас Было Но Она Все Таки Вышла Потому Что Если Ехать В Лесами Где-то Наверное Километров Десять А Крюк Получится Километров Двадцать Ешь Твою Уму Это Нива Я В восторге Блин Со Своей Первой Машиной Со Шкодой Вообще Не сравнится Блин Чудо Не Машина Ну Ладно Все Приключения Сегодня Закончились Ездили мы Сегодня По Говну Блин Так что Все Надеюсь Доеду Сейчас На асфальт Ухожу И Все